О еще одном лучшем украинце, о бьонсе, которое теперь изучают в университете и советы для пассажиров, чей водитель покинул поезд прямо посреди дороги. Об этом и не только в нашем обзоре. Украинец победил на чемпионате Европы по слэм-данкам, баскетбольным броскам сверху. В финале Дмитрию Кривенко противостояли данкеры из Литвы и Латвии. Но броски и трюки украинца судьями, зрителям понравилось больше. Майя Кривенко демонстрировал свое мастерство на шоу «Король данков» в Соединенных Штатах. Тогда выступление Дмитрия похвалил звезда NBA Шакила Нил. Машинист поезда в Польше бросил пассажиров на полпути. Вышел из кабины локомотива и направился домой, поскольку его рабочий день закончился. 250 человек остались на станции Плущ ночью в 50 километрах от Варшавы. Несколько часов люди ждали, пока на смену не заступил следующий машинист, а он приехал из столицы. Пресс-служба железной дороги извинилась за инцидент. Однако предупредили, что наказывать машиниста, который ушел отдыхать, не будут. Как оказалось, не прав его сменщик, он не вовремя сменил коллегу. Целый учебный курс, посвященный певице Бейонсе, запланирован в университете Копенгагена. Предмет так и называется «Бейонсе. Гендер и раса» и является частью дисциплины искусства и культура. На примере клипов и песен американской поп-дивы будут рассматривать явления так называемого «черного феминизма». Подход к изучению предмета исключительно академический. На курс о Бейонсе уже записались 75 студентов. Руководство университета даже решило предоставить для обучения более просторную аудиторию. В французском Лиле открылся крупнейший в Европе блошиный рынок. Ежегодно в начале осени сюда приезжают известные коллекционеры, антиквары и просто любители старины со всей Европы. На рынке Брандери 100 километров торговых стендов и около 10 тысяч продавцов. Традиционно ожидают около миллиона покупателей, поэтому в городе повышены меры безопасности. Власти перекрывают дороги и район Блошиного рынка становится исключительно пешеходным. Самый высокий замок из песка соорудили в Германии. Достижение уже в книге рекордов Гиннеса. Высота песчаного небоскреба в Дуйсбурге почти 17 метров. Для его строительства использовали 3500 тонн песка. Трудились над чудом света мастера из 10 стран. Предыдущий самый высокий песчаный замок возвели в Индии. И он был на 2 метра ниже немецкого. Охоту на велосипедиста устроила птица в Пенсильвании. Вороне, очевидно, не понравился яркий шлем на мужчине и она перешла в атаку. Если бы не защита на голове мужчины, велосипедисту пришлось бы оказывать медицинскую помощь. Весь эпизод зафиксировала камера GoPro, прикрепленная к шлему.